Поздравляю вас с победой! Несмотря на выигрыш, очень много фаллов в нашей команде, с чем это связано и вообще в целом впечатление о манче. Ко мне вопрос. Ну изначально мы начали так агрессивно играть, я думаю все-таки темп агрессивной игры задал Енисей. И слава Богу мы его поддержали, выдержали. И хотя мы на равных сыграли вот один с один смотрю первую четверть, но остальные вроде бы шли уверенно и плюс 10 выиграли, плюс 14 по следующей четверти. Но накал все равно оставался вплоть до середины третьей четверти. Вот. Это агрессивная игра. Енисей предложил, мы поддержали. Тоже пополам получился и так. Даша, как настраивались на Енисей? Ведь недавно мы уже с ними сыграли и достаточно уверенно выиграли. Я думаю мы на каждую команду настраиваемся одинаково победить. Но наверное на Енисей мы были готовы к их агрессивной игре. Вот. Так что ко всему были готовы. И во второй четверть, ой во второй половине мы прям взяли большой разрыв и команда отыграли в защите хорошо и команда начали играть нападение, что немаловажно. Немаловажно. Даша, а можно ли нашу игру назвать агрессивной? В целом? Да. Тогда так. В хорошем смысле. Ну, мне кажется, скорее всего мы все равно от броска играем в большинстве случаев. Агрессивно в защите или в нападении? Ну да и так. В защите агрессивная, но я думаю полом в нападении. В защите, конечно, и в нападении. Мы стараемся. И в нападении, и в защите агрессивной играть. Может вопрос к Дарьи? Ну и Евгений Викторович тоже мне неинтересно. Счетчик не работающий 24 секунд. Такое ощущение, что это прям большой проблемой стало. И для нас, и по-моему для соперника вообще стал катастрофой в каких-то моментах. На самом деле, да, очень сильно неудобно. Я представляю, как игрокам на площадке неудобно. Постоянно вертели головой, чтобы увидеть время. Но предупредили и скамейку, и слава богу, что у нас столик отработал. Считай, там 10-9. Маше спасибо. Вот. Ну да, на самом деле неудобно. Потому что это, по сути, не так часто. Вот. И что-то новое сразу же небольшие сбои дает. И нападение не так же. Ну, все в равных условиях. Как нам отняшило. Ну, конечно, неудобно. Но наша команда всегда кричит. Даже если и работает счетчик. Так же. Мне, как бы, было бедно. Ну, много было ситуаций, когда реально из-за счетчика не довели. Ну, по-моему, не было то, что 24 не успели. Но вот прям ситуация, когда повлияла. Ну, если я не ошибаюсь, как раз Даша. Оставалось... Я только хотела сказать. 10 секунд еще. Да. Я услышала, что шат, шат. Ну, нет. Я не услышала, что надо бросать. Я сразу бросила. Потом уже... А время на самом деле было. 10 секунд было. Я такая, а. Значит, в какой-то мере помогло. Получается. Нет, нет. Был бросок неудобный. Судорожный, так можно сказать. Вот. Но... Вот. Был бросок, но не точный. Поэтому... Время было. Поэтому, получается, что мешает. Ну, все, что мешает. Должно в... Вы не первый год в баскетболе, да? Наверное, есть какой-то внутренний счетчик. Да, конечно, он должен быть. Но, понимаете, когда на пульсе стресс тебе давит на мяч еще, то есть иногда это уходит. И, вот как вы говорите, внутренний счетчик может пропасть иногда. Да. По атаке, конечно же, да, у игроков уже выработалось. Поэтому команда помогает всегда кричить со скамейки. Начало матча, честно говоря, не задалось, да? За счет чего, то есть, удалось перестроиться. Это вопрос и вам, и вам. А начало матча было, откровенно говоря, прямо, ну, ну, как бы тревожно немножко. Ну, конечно, какое начало матча такое, когда очко в очко идет игра. Но они навязали нам игру бей-беги прямо, и мы тоже. Зачем-то поддержали, да. Зачем-то поддержали, и потом, когда мы уже успокоились, начали играть в свою игру от защиты, результат показал себя. Удачи! 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 Удачи!